Приветствую вас, прочитал вопрос и вот хотел бы вам на него ответить. Значит так, вы пишите, что ваш муж ушел от вас другой. Мы с ним почти два месяца не живем вместе. Прежде чем задавать вопрос о том, на самом неделе вы потеряли его навсегда или нет, я бы предложил вам сперва подумать, почему ваш муж ушел, значит, другой и какие проблемы, разногласия, конфликты заставили его это сделать. Это первое. Второе. Если вы два месяца уже не живете вместе, если человек от вас ушел, то нужен ли вам такой мужчина рядом с вами? Не считаете ли вы, что подобными словами, которые в дальнейшем будут, вы унижаете себя, обесцениваете себя и делаете для него тем самым себя еще менее привлекательны, чем было до этого? Далее. Тут он ночью пришел домой, чтобы проверить, одна ли я. Возникает вопрос. Если два месяца вы с ним не жили вместе и он ушел к другой, то какое он имеет право проверять вас, одна ли вы или нет? Он может вообще делать все что угодно, он вас бросил, он от вас ушел другой, и что получается, он ушел от вас другой, а вы не должны ни с кем быть? Почему вы позволяете к себе такое отношение? Далее. Я, конечно, была одна. Ну, то есть вы подтверждаете как бы то, что вы его просто ждете, ждете, когда он вернется. А почему ждете? Далее вы пишите, ну вот черт меня дернул именно в этот вечер, зарегистрироваться на сайте на конс, и он это увидел. Ну, во-первых, зарегистрироваться на сайте на конс вас дернул не черт, а обычное элементарное желание почувствовать себя женщиной. И простите, это нормальное желание. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего сверхъестественного и криминального. И муж, если он адекватный человек, если он действительно вами дорожит, он прекрасно это понимает. Но вот беда. Вы говорите, что ваш муж это увидел. Но, опять же, как-то странно. Он пришел домой и что? Сразу к компьютеру? Или он пришел домой, а вы не услышали, что он пришел и вовремя вкладку не закрыли? Или вы специально позволили ему ее увидеть, чтобы он вас ревновал? То есть здесь непонятно, почему вы не убрали эту самую вкладку. Далее. Он это увидел. И что? Еще раз. Какое имеет право мужчина, который с вами не живет, предъявлять вам претензии за это все, если он в другой ушел, по факту вам изменяя? Ну, вот складывается, как бы, ощущение, что вы либо чрезмерно в нем нуждаете, не готовы ему простить все, и тогда вопрос, для чего? Либо вы чувствуете себя виноватым за конфликт, из-за которого он ушел, понимаете свою вину, но погрязли чрезмерно в ней, и как бы надеетесь, что он вернется, дабы исправиться. Но тогда, опять же, непонятно, почему вы за эти два месяца, судя по всему, не пытались как-то свои отношения с ним восстановить. Далее. Я сказал, что теперь его можно мне не ждать, если он ко мне не вернется. А до этого у него была надежда, у него была надежда, что вы будете его ждать, это после того, как он два месяца был другой. А ничего, что своим поведением он полностью разрушил ваши отношения, ничего, что он своим поведением полностью разрушил доверие между вами. Как-то вот интересно у него складывается вообще восприятие вас и себя. А может быть вы его не ждете, может быть вы уже решили жить дальше. Почему он так сказал? Почему вы позволили ему так сказать? А там в моей переписке ничего криминального не было. Какая разница. Зачем вы оправдываете? В чем вы виноваты? Что заставляет вас оправдывать? Дальше. Я очень люблю мужа. Ну, если вы любите мужа, то я полагаю, что вам нужно понимать, что если он ушел к другой, значит с ней ему лучше, с ней он счастливее и вам, если вы его любите, нужно это принять. Далее. Если вы его любите, то вы видите, что человек вами откровенно манипулирует. И если вы его любите, то вам нельзя ни в коем случае в нем растворяться и перед ним унижаться, потому что тем самым вы обесцениваете себя, а вы это делаете. Далее. Я на самом деле его потерял навсегда. Но ответ такой. Если он вам говорит такое, то вы его уже довольно давно потеряли. Именно как мужчину, именно как человека, именно как партнера, как личность. Вы его уже потеряли очень давно. Объект здесь немножечко в другом. В том, что он вас использует и хочет, чтобы вы были на привязке, хочет, чтобы вы нуждались в нем. Вот в этом контексте он увидел, что вы сейчас выскочили с поводка. И в этом контексте он может либо продолжать вас пытаться к себе привязать, что скорее всего будет. Потому что подобные люди с подобным манипулятивным отношением, они, как правило, не уходят так просто. Кроме того, если вы говорите, что ничего криминального в переписке не было, то он это видел, он это не мог не видеть. И соответственно, скорее всего он просто хочет вызвать вас в чувство вины, чтобы вы совсем перестали для себя шить и шили только для него. Вопрос в другом. А для чего вы зарегистрировались на сайте знакомств, если вы его любите? Вот какой вопрос. Далее, помогите мне, пожалуйста. Помочь вам в чем? Если отвечать на вопрос, что вам делать, то я уже сказал. Работать над своей темноценкой, повышать уверенность в себе и анализировать то, что с вами произошло. Как так получилось, что муж ушел от вас в другой два месяца, вы его ждете, только спустя два месяца регистрируется на сайте знакомств, а он приходит и имеет право, по его мнению, вас проверять и еще какие-то претензии вас предъявлять, хотя это вы должны ему предъявлять их. Вот, а вот это вот вам и нужно делать. А если вы не сможете разобраться сами, то обращайтесь к любому психологу на нашем ресурсе и он вам поможет, например, я мог бы проконсультировать вас в течение часа, да, вот те деньги, которые вы потратили на свой вопрос. Ну, это, естественно, по вашему желанию. Вот, выбирайте любого эксперта, который вам понравится, например, вот, того психолога, который сделал ваш ответ, которого вы отметили лучше, насколько я понял, это Игорь Летучий, вот попробуйте с ним поработать. Его ответ вам уже понравился, но, может быть, с ним у вас и получится выяснить основные причины того, что происходит, потому что для психолога ваш ответ слишком не информативен, слишком много вопросов к вам. С другой стороны, вы можете дополнение написать своему вопросу, чтобы мы его прочитали и смогли дать вам более полную обратную связь. Все в ваших руках. И помощь. Напишите, пожалуйста, какую именно помощь вы хотите получить от психолога. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы именно ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.